Агрофирма Виктория. Я вот эту фотографию делал прямо с экрана. Меня поразила цена – 1150 рублей. Что за дрова они продают? Это моя фотография. Вот эта фотография моя, Железова. Доказательства, вон она у меня в архиве. Есть специалист Алексей Виноградов, который в этом разбирается лучше меня, который больше ста питомников и так разоблачил. А здесь разоблачать не надо. Чистое воровство, потому что они взяли, поперек мои фотографии, написали. Агрофирма Виктория. Вот так вот. Теперь это не моя фотография. Теперь самое интересное, знаете что? Сейчас покажу. Мне для этого надо увеличить. Вот. Где они попадаются, да? Вот, видите? Это 19-й год. Они его дали с другой названием. Теперь это не Серафим. Теперь это Слава Севера. Но самое интересное, наверное, абрикос Слава Севера, наверное, выведен известным селекционером Велимином. Знают такого. Преклоняюсь, кланяюсь. Настоящий селекционер. И что дальше? Ну, если вы продаете Славу Севера, ну так продавайте Славу Северу. Ведь люди подумают, что это вот такие вот плоды. Посмотреть внешний вид саженца. Ну, я сейчас не могу посмотреть, потому что эту фотографию я взял на с экрана. А тогда не догадался, что за дрова продают. Вот это стало нормой. Но обнаглели вы уже хотя бы тем, что теперь это не моя фотография. Я уже с этого попадался. Уже меня обвиняли в плыять. И вот тогда я прошу вас, когда вы будете обращаться к этой демографии, их тысячи нет. Их сотни. Полторы или две сотни с моими фотографиями только. А еще на которых нет моих фотографий. Их сотни. И тогда я вам вот это возьмите где-то, распечатайте где-то руками. Вот возьмите себе инструкцию. Я прошу, чтобы у нас появились волонтеры. Сколько можно, когда дурят всю страну. Миллионы людей открывают кошельки. В основном в старшем поколении. Люди в крайней степени бедности. Я не привлечу этого слова. Бедности. Но хочется иметь неотправленные фрукты. Хочется порадовать детишек, внуков особенно. Многие вспоминают. Хочу сад оставить внуков. Что она оставит? Итак, я для вас сделал небольшую, как мы ее назовем, памятку. Первое. Где фотографии маточного сада? Вот даже когда не было бы, допустим, здесь их вот этого логотипа, просто мы каждый раз видим, то два-три плода, вот так вот, вот так вот, там пять-шесть плодов. Все. Фотографии маточного сада. Следующий. Мнуться сказать не могут. Самый умный ответ был, когда я лично звонил, увидев мои фотографии. Ответ был мудр. Мы взяли чужие, ваши, потому что мы работаем, нам некогда делать фотографии. Вот весь ответ. То есть, якобы, подозревает, что сад у них есть. Тогда второй вопрос. Если поняли уже по ответу, что сказать нечего, тогда вот другой вопрос. А то у меня как было, да, мы сибирские, но это самое, питомник, но мы же берем, нет, мы уральский питомник. Действительно, у нас нет сада, но мы берем же уральских, этих, других питомников. А у них-то откуда персики и черешни? Где вы такое видели? Сады из персиков и черешни? На Урале, в Сибири, а на Дальнем Востоке? Поэтому второй вопрос звучит так. Откуда дровишки? Третий вопрос спрашивайте. Если утверждаете, что ваши, тогда, дополнительный вопрос, они привиты? Четвертый вопрос. На что привиты? Поплывут 100%. И если все-таки будут доказывать, что это наши, наши, фамилия данная садовода, выросли эти шедевры. Вы можете смело сказать. Ребята, это, азварей, что идет о Северной России, о Сибири, о Урале, и Дальнем Востоке. Это в основном мы и есть. Кто вырастил эти шедевры? Кто? Фамилию назовите. Это же Нобелевская премия, или хотя бы государство. Этого нет ни в одного института. Вы смело говорите, потому что это правда. Кто? Вам, конечно, не ответят. Идем дальше. И, наконец, почему присвоено фотографии? Я или фотографии в садах железа. Пусть тут еще поплавают. И последний вопрос. Нет, не все еще. Почему переименован клон сорта Серафим Слава Мичурина? Еще поплавают. Еще я забыл один. Знаете, какой? Можно ли приехать к вам с тазиками, с ведрами выкопать? Если нет, то почему? Говорите, что живете в пяти километрах. В этом же... Ну, там у них же всегда же есть адвокс. Это может быть районный центр, это может быть даже село. Это может быть городской. Вот. Я хочу выкопать. И это будет седьмой. И, наконец, вопрос записать, прислать мне. Вот все, что вам ответят, а мы уже будем тут разбираться. Ребята, нужны волонтеры. Умоляю, нужны волонтеры. Ну, зимой кому-то будет делать нечего. Очень нужны волонтеры. Везде есть телефоны. Как я провожу телемосты? Взял телефон, включил громкую связь, уставил эту видеокамеру в экран. Вы тоже можете, если есть. Они есть в фотоаппаратах, видеокамерах современных. Уставили на эту картинку, вот так вот. Вот так вот. И записали разговор. А мы выставим. Где? В Ютубе и в Яндексе. Очень умоляю. Видите, вот, кстати, вот это, видите, самое синенькое пятно. Вот. Я не собираюсь доказывать. Уже эту фотографию уже несколько раз показывал. Вот она. Это мой архив. Вот она, эта фотография. Настоящая.